Это первый зритель. Сегодня я не один. У меня в гостях мой друг из Самары, один из лучших ивентов по Волжии, может даже всей России. Илья Русаков. Илюха, спасибо, что приехал. Мы посмотрели фильм под названием Yesterday. Фильм Дэнни Бойла, замечательного режиссера, который снял пляж, обе части на игре, который срежиссировал открытие Олимпийских игр в Лондоне. Немного-много чего хорошего еще сделал для культуры кинематографа. И вот новый фильм его Yesterday. Мы только что посмотрели. Илья, как тебе? Я знаю, что Yesterday переводится как вчера. Вдруг самарский зритель тоже был смотреть, они просто не все в курсе, как переводится слово. Слушай, мне понравился фильм очень. Во-первых, он легкий, он классный, он музыкальный. Сейчас вообще как-то пошел тренд на музыкальные фильмы. Короче, не знаю, я кайфанул. Мне очень понравилось. Во-первых, мне понравилось что? Они сделали не документалочку, а как бы такой дань уважению Битлз через очень крутую форму. Легкую, интересную, сюжетно, затягивающую. Ну, не знаю, по-моему, круто. Действительно, хорошая лиричная комедия, как мне кажется, но есть один большой нюанс. Вот если все говорят о том, что надо идти на фильмы Тарантино подготовленным, например, однажды в Голливуде нужно дать историю какой-то, да, там, бэкграунд этой всей вот штуки, то здесь, ребята, я вам советую перед тем, как идти в кино, послушать всю британскую музыку от 60-х до нулевых отсылок просто тьма. Я наслаждался всеми этими маленькими детальками, которые Дэнни Бойл умудрился засунуть в эти вот два часа фильма. Если в двух словах, без спойлеров, собственно, то, что было в трейлере. В какой-то момент на планете Земля что-то происходит, отключается электричество, и люди абсолютно забывают о существовании такой культовой легендарной ливерпульской четверки и, собственно, музыкальной группы Гитлз. И все, кроме главного героя, который, ко всему прочему, еще обладает, в принципе, талантом, он поет свои песни авторские и еще при этом, соответственно, играет. И когда он понимает, что действительно мир не знает Битлз, вначале он руководствуется немножко алчными посылами какими-то, понимая, что на это можно срубить деньги, славу и прочие единые ресурсы и ништяки, но в конце, как и красиво должно быть, происходит некая трансформация, и все встает на круги своя. Это даже не спойлер, на самом деле. Моя личная оценка этому фильму, я очень люблю Дэнни Бойл, 10 из 10, надеюсь, ты со мной согласен, этот фильм обязательно к просмотру в кино. Ребят-ребят, послушайте песню. Магадан, значит, опять домой в этот волшебный сон. Клеп, когда ты это написал, приятель? Это Михаил Круг, это не я. Кто? Кто? Михаил Круг. Круг? Не, ну это, конечно, хорошо, но это не Магадан, Вася Бомова. Не, ну это... sitten в orphanしи. Стой. Продолжение следует...